Привет-привет, мои друзья, подписчики, зрители и так далее, кто меня смотрит. Так, будем отвечать на ваши вопросы, мои хорошие. Задаете мне везде одни и те же вопросы, даже бываете, обижаетесь, что я не отвечаю. Я отвечаю почти в каждом видео то, что могу, то, что получается, чтобы немного времени забирал. Пишите мне, как мы живем, смотрят ли на нас мусульмане, какие они. Вот в Турции именно на наших славянок обращают ли внимание, еще как обращают. Я вам так отвечу, не буду вокруг да около ходить. Если на вас внимание обращали в ваших странах, здесь будет в 10 раз больше. Мусульмане это горячая кровь, понимаете, что я хочу сказать вам. Естественно, мне написала одна или даже две девушки замужние, которые живут в турецкой стране. В каких городах я уже не уникала. Что у нее, она живет здесь сколько, 7 лет у нее никогда такого не было. Конечно, если вы, смотрите, идете с ребенком, да, естественно, на вас смотреть не будут. Если вы идете с мужем, гуляете, то же самое. Ну, куда вы ходите одна? Если вы будете ходить с подругами, гулять, веселиться, ну, гулять даже по городу. Или вы просто будете где-нибудь кушать в ресторанчике, в кафе, бла-бла-бла, с подругами. Вот как у нас бывает, да, допустим, мы идем с дочкой, у нее подруги здесь русские, очень молодые, красивые девочки, да. Было такое, что очень много мы сидим, девочки смеются, что сейчас это самое, мы набираем полный стол, да, и сейчас оплатят. И очень много раз такое проходило. Потому что они просто между собой разговаривают, и это самый официант приходит, этот столик оплатили. Потом, естественно, подходят мужчины, молодые парни, они просят номер телефона. Моя дочка, знаете, как она делает, всегда дает левые номера. Или шутит, говорит, может, тебе мужа моего дать номер телефона? Проблем нету, понимаете? По-разному бывает. Есть такое, что, смотрите, я здесь живу, да, допустим, как я много раз говорила, что раздражаю я людей, потому что я светлый человек, светлые волосы, кожа. Очень это раздражает. Они, меня иногда это раздражает, что они смотрят, женщины закрывают своих мужчин, толкаются, потому что они злятся, что иногда мне хочется сказать, что когда в метро едем, да, что не прячь ты своего мужа или парня, не знаю, кто там у тебя, я матери вам кажусь, понимаете? Ну, по-разному бывают ситуации. Ну, это, что они не смотрят, это настоящее вранье, мои хорошие. И цепляются, и даже таксисты, когда бывает, вот, в дочке, да, и знакомые друзья, она нанимает мне такси, чтобы у неё есть друзья, звонят, чтобы прямо под домом меня забирали, чтобы я сама не искала такси, когда я еду к ней. Они даже столько говорят, что я говорю, я не хочу общаться, зачем мне, мне тяжело общаться, зачем мне надо это? И они всё хотят знать, они настолько, понимаете, болтуны, что иногда, вот, ну, смотрите, сами логику включите, какой народ мусульманский, как они любят общаться, говорить. И представьте себе это одно и то же, им только, дай, скажи одно слово, они тебе 10, понимаете, у них такой характер. Так что, мои хорошие, это настоящее вранье. Если вы видная, красивая девушка, понимаете, сколько раз такое было, что у дочки, вот, друзья, да, в салоне приходят, я уже говорила, что мужчины очень ухаживают за собой, они номера телефонов кидают, она всё время говорит, что я замужем, понимаете, потому что она говорит, мама, и устаю от этого, потому что настолько они себя иногда нагло ведут, что сидит, смотрит, хоть поздоровается, хоть что, лишь бы это самое. И многие девушки, я же с ними гуляю, я же это обращаю внимание и вижу. Так что, расслабьтесь, ещё как можно, и легко можно познакомиться на улице, не только в сайте, за сайт меня спрашивайте, топфейстбадо. Есть такие сайты, пробуйте, рискуйте, ну, кто не рискует, тот не пьёт шампанское, в жизни всякое бывает. Хотя бы попадёте в эту страну, если вы не будете в розовых очках, у вас всё будет хорошо. Не получится с мужчином, к чёртовой матери его пошлёте, но всегда будьте на чеку. Так, потом меня ещё, а, почему я не готовлю? Мужчина как относится к этому, мои хорошие? Я уже говорила в многих видео, что я готовила, но я не готовлю турецкую еду, потому что я не хочу, понимаете, я сюда не приехала, рабыня из аура, я не служанка, понимаете. Готовить, что такое готовить? Готовить это мелочи жизни, очень быстро. Готовка, уборка, я всегда говорю, что для меня это фулл и нету. Я готовила очень много, им не нравится наша еда. Они, знаете, как мне говорят, делай вот так, они красиво подходят. Допустим, мой Кемали, его родственники, вот ты вот это сделай, вот ты. А говорю, ты давай мою еду, она даже не попробует, понимаете, потому что наша еда невкусная. А у меня такой характер, понимаете, что если ты не хочешь попробовать мою, и я не буду вашу делать, потому что я, естественно, вашу еду не люблю. Хоть какая она вкусная, я не говорю, что она плохая, понимаете, они острую еду любят. И без мяса здесь ни в одной семье нет еды. Плюс они кушают очень много, ну я не знаю, всякие салаты, всякую зелень. Ну, я не любитель много покушать, я очень мало кушаю. Со мной проблемы, потому что мы когда-то идем в гости, я не знаю, что кушать. Понимаете, у них острая вся еда и мясо, это не мое. И так далее. Но, чтобы, понимаете, когда вы едете сюда, вы должны знать, что вы делаете. Если у вас есть муж, допустим, молодой женщины, девушки, вы ходите замуж, рожаете детей, естественно, вы должны. Это ваша обязанность и так далее. Но когда вы в возрасте, да, как у Кемаля, у него трое сыновей, я готовлю, нет проблем. Но если я буду сидеть у политы каждый божий день, я этим не занималась дома. Понимаете, потому что я вырастила детей, когда они были маленькие, у меня повара готовили. Естественно, я тоже могу приготовить, приехать домой и печь пирожные и так далее, потому что это мои детки. Но, когда это самое, меня ценят, уважают, любят, естественно, я благодарностью за благодарность. Но, когда что-то не так идет, допустим, вот как многие говорят, что я там уже убираю, готовлю. Ну, а он что для вас делает, ваш муж? Понимаете, смотрите, здесь многие девушки говорят мне, пишут женщины, что мой муж такой идеальный, такой хороший. Ну, слава Богу, что у вас идеальный, понимаете. Но, ваш муж сидит дома, смотрит телевизор, нигде не работает, вы шушите, как белка, убираете, стираете, готовите, считай, он... А знаете, какие мусульмане, они не будут кушать одну и ту же еду. Допустим, вот Кемаль, да, он готовит суп какой-то. Дети не будут на следующий день эту еду кушать, потому что им всегда надо свежее. Но это его дети, три сына, понимаете, как бы, ну, я стараюсь ему помогать. Он главный готовит, я стараюсь помогать. Но я хочу вам сказать, если вы приехали сюда, мои хорошие, допустим, готовкой заниматься, уборкой... Уборкой как? Я убираю. Я учу, допустим, людей, с кем я живу, что должны, как бы, поддерживать порядок. Я не домработница, я не служанка, что приехала каждые полчаса пилососить, понимаете. Что, если будут грязь делать, я убирать не буду. Я уберу за полчаса, если я увижу, что они мне на мусор или всё, я пас, понимаете. Потому что должны уважать вас. Вы убрали, вас должны ценить, уважать. Если, допустим, вас не ценят, я говорю, ваш мужчина сидит в телевизоре, птыковывает, и он ничего в жизни толком не делает. Потому что они себя строят. Во-первых, эти мужчины очень много обещают. Они ничего не делают, понимаете. Они любят обещать, откладывать на следующий день, на следующий и так далее. Как мне Кемаль говорит, я всё добился, в моей жизни всё есть. Я говорю, а что у тебя есть? Если есть, это твоё. А у меня что здесь есть, что я должна шуршать, понимаете. Мне говорят, что он кормит, одевает. Кормит – это обычно, понимаете. Во-первых, я очень мало кушаю. Я очень бюджетно. Потому что я не кушаю ни мяса, я не кушаю никакие колбасы, никакие сыры. Иногда салат, супчик какой-то. Сами видите, я показываю в кафе. Потому что, допустим, когда мы идём в ресторан, да, я ему говорю, я смотрю всегда чеки и говорю, вот сколько ты много потратил денег. Да, я поковырялась, мне не понравилось, я не покушала. Ну и такими порциями, как у них, извините, что на трёх человек одна порция. Ну, это как я кушаю, понимаете. Я говорю, давай лучше вот эти деньги будем откладывать. Зачем выкидывать по ресторанам, куда ходить, допустим, да, какая разница, выкидывать столько денег. Я как бы его к этому учу. И вот смотрите, у меня нету такого, что я столько, вот я Кемалю объясняла, да, мы столько, я показывала вам видео не для того, чтобы вас удивить, а просто показать. Завтраки в моём видео есть, они очень много кушают. Если здесь кто-то придёт, какой-то гость, сколько они тратятся, покупают, столы заламываются, понимаете, как какой-то праздник. У них такие завтраки бывают. Я всё время говорю, вместо того, чтобы вы проедали столько денег, вы покупаете что-то дома, какую-то обновите себе мебель, какую-то, я не знаю, что, телевизор новый. Да, в конце концов, зачем столько выкидывать на еду? Потом толстый, я вот Кемалю говорю, он уже привык, мало кушает, понимаете, я его уже научила. Я говорю, пузатый, толстый, как чёрт ходишь, говорю, кому это надо? Потом он себя легко чувствует, понимаете, потому что легко еду кушать. Как это кушать каждый день мясо? Ну, я это не понимаю. Допустим, я не кушаю никогда зимой помидоры, огурцы. Ну, я зимние вот эти химикаты не люблю, хотя, ну, копейки здесь стоят. В нашей стране, допустим, 100 гривен. Это много мои хорошие. Допустим, не каждый себе позволит каждый день. А здесь они покупали. Это я всё выкидывала. Они не кушали. Я научила их экономить на продуктах. Потому что зачем столько денег выкидывать, и потом это самое, ну, не кушать, всё портится, выкидывать в мусор и так далее. Так, мои хорошие, что ещё там вы меня спрашивали? Если у мужчины нет денег, что делать? Идти на работу или как выйти с этого? Мои хорошие, а что вы должны идти работать? Турчанки работают, женщины. Вы приехали сюда, вы что, вас на улице нашли? Вы какой-то бомж, у вас не было дома. Чего вы уцепились за такого мужчину, который ни хрена не имеет? Который сидит, и у вас не хватает. Пиляйте его, разговаривайте, объясняйте человеку. Он должен понять, как это. Так считайте, он сидит дома. Задайте вопрос. Допустим, мне Кемаль всё время говорит, что он всё время в жизни добился. Я говорю, где? Покажи мне. Потрогать, пощупать, где. Если счета есть в банке, я это не проверила. Это, во-первых, не мои счета. Понимаете? Это я к этому ничего не имею. Если фазент, откуда я знаю-то его или отца, или родственников? Понимаете, о чём я говорю? Ну, как бы логически включить мозги. То ты понимаешь, что когда человек, допустим, оплачивает вот это жильё, да, дети учатся в других странах дорогих, в Америке и так далее, значит, он может себе это позволить. Кредитов у него нет, долгов нет, откуда это деньги берёт, значит, есть у него деньги. Но опять же, он тратит это на свою семью. Что, допустим, он мне подарил квартиру, или, я не знаю, жилё какое-то, или машину для меня лично подарил, или мне счёт открыл банки, что я должна, это, как он мне всё говорит, время, что мои деньги, это общие, это наши, это, они только так говорят. Ну, я считаю, когда на моём счету это мои деньги, а когда у него это его деньги, понимаете, о чём я говорю? Что много чего, что должны бы подчиняться. Плюс, когда человеку за 35 лет, и нифига он в жизни не добился. У наших странах люди всё умеют, и работать, и зарабатывать, и на двух работах. Я не знаю, потому что многие люди мне говорят, что я жёсткий человек, сильный. Нет, мои хорошие, я сюда приехала, он знал, чем я дышу, понимаете, он видел, где я живу, чем я занимаюсь. Я ему всё время говорила, смотрите, я ездила за рулём каждый день, эта машина могла ломаться. Я 9 лет жила одна, допустим, откуда я эти деньги брала, минимум 10 долларов в день у меня уходило. Это минимум на бензин, я никогда не ходила пешком. Я всё время ездила за рулём. Плюс, считайте, дом содержать, у меня минимум 300 долларов уходило на отопление в месяц. Это тоже я зарабатывала, потому что, вот я не понимаю вот эту систему. Да, люди, я прихожу сюда к подругам, к знакомым, прихожу к турчанкам, с кемалевым, там, родственникам. Да, приходим, и в дом холодно, понимаете, они экономлят отопление, у них своё отопление есть. Понимаете, о чём я говорю? Допустим, я люблю комфорт. Почему вы вот это экономите, да, столы заломаются, они кушают, извиняюсь, работают на туалет. Почему ребёнок маленький, дом, почему вы отопление экономите, да, экономите на еде. Зачем каждый день, как на свадьбу готовить, выкидывать денег, а экономите, ой, как дорого, газ, ой, как дорого, электрика и так далее. Допустим, я люблю комфорт. Я лучше, чтобы мне было тепло, меньше буду кушать, потому что я люблю, чтобы дома было уютно, тепло. Дома я люблю комфорт, я повторяюсь. Или выкидывать тысячи денег за год на еду, посчитать, сколько вы прокушали денег, да, и посчитайте, лучше купи себе какие-то шторы хорошие, ковёр хороший за эти деньги. Ну, постоянно, понимаете, проедать денег и этим хвастаться. Я не понимаю то, что с голодного мира люди пришли. Ну, я это не понимаю, для меня это всё время было как-то, ну, дико. У меня даже повара, когда готовили, понимаете, на свадьбу, на банкеты, фулл столы были. Но я могла кушать за целый день супчик какой-то йогурт. Эти люди знают, я сейчас говорю, они смотрят, они знают, они всё время удивлялись, как так можно. Потому что я себя очень хорошо чувствую. Я лишний раз там погуляю, похожу. Смотрите, я кемалю экономлю очень деньги, я очень мало кушаю. Какие-то шмотки он покупает, это мелочи жизни, понимаете. Сигареты бросила курить. А на чём тогда, ну, я должна здесь всё шуршать, делать, понимаете, в итоге у тебя ни черта нету. Хотя я уже говорила, мне многие не верят, что у меня есть собственная зарплата, потому что мы обговаривали это, что я хочу, то я с ней делаю. Бывает такое, вот как вчера, мы ходили, покупали шмотки, я всегда беру по акции. Я не выкидываю деньги, ну, огромные на шмотки, потому что я могу одеть один раз, потом я за них забываю, и вещей у меня иногда, может, потом сниму видео, у меня две комнаты занимает, два шкафа, шкаф-купе до потолка, что есть такие вещи, что у меня с ценами стоят, обуви очень много. Но я всё время покупаю, ну, шапоголик женщины, понимаете, косметики очень много покупаю, вот это я трачу деньги. И он мне вчера говорит, зачем тебе столько вот этих шмоток, что ты не носишь, не одеваешь, забываешь про них, я говорю, я женщина. А если бы у тебя не было другое дело, понимаете, ну, если я уже буду ничего не покупать, ни косметику, ни шмотки, ни кушать, тогда, вот, ну, всё равно, вы понимаете, мужчины, они обещать, обещают, но они не делают этого. Они много очень вам будут обещать, откладывать, что у них не получается, брать любят. Очень лапшу вешают, снимите эту лапшу с себя, понимаете, потому что вы проживёте. Вот эта девушка, которая мне написала, что 7 лет она живёт, она что-то мне там доказывает, спорит. Я говорю, просто покажи, что ты за 7 лет имеешь, что ты добилась, что у тебя есть. И это его жильё, пусть она мне говорит, что у них собственное жильё. Я говорю, это он заработал? Нет, это родители. Ну, говорю, а ему сколько лет? 37 лет. Я говорю, он что за свою жизнь заработал? Построил дом? Нет. Машина у них, по-моему, очень дешёвая. Я как бы по видео увидела. Ну, говорю, а ты меня хочешь учить? Понимаете, как бы разные люди есть, пытаются доказывать. Я никому ничего не доказываю, мои хорошие. Я просто иногда рассказываю то, что я вижу в реальности. Потому что, смотрите, говорят, что мусульманы такие не изменяют женщинам. Это настоящее враньё. Они очень горячей крови. Очень много здесь есть мужчин женатых, которые с любовницами в ресторанах сидят. Это даже подтвердил Кемаль. Мне очень много Кемаль рассказывает, даже в эти забубонные старые часы, что у них по три, по четыре жёны были. Понимаете, у них это в крови. Им проедается одна жена. Ну, просто они не бросают свою жену, потому что у них государство стоит за женщиной. Понимаете, он будет элементы платить. Плюс, если есть хорошие родственники, они его просто убьют. И потом дети, что бы они ни делали. Ну, очень много мусульман разводятся. Они гулящие. И очень легко не знакомятся. Ищут себе других женщин. Это просто враньё, мои хорошие. Понимаете? Ну, как бы это самое. Сейчас, одну секундочку. Ещё мне многие говорят, что почему мужчины, есть многие, что пьют водку, что они на сайтах сидят. Они обычные люди, такие, как и мы. Просто, понимаете, они много красивой сказки умеют говорить. Обычные люди. Я здесь не вижу. Они просто, знаете, какие мусульманы? Они вот вам доказывают, что они такие правильные, что они всё знают, что вот эти законы, вот это так надо делать. Понимаете? Они святых из себя. Они очень обсуждают наши страны. Понимаете, что у нас проституция и так далее. Меня вот это бесит. Понимаете? Потому что в реальности, если бы вы видели, какая сейчас молодёжь, что творится. Я вам показывала в своих видео, что здесь, в Стамбуле, в этом таксиме, Майдан, и очень толпы людей, где пьют, гуляют, отдыхают, понимаете, и танцуют. И водка разливается на столах. Они обычные люди, как и наши. Просто они внушают своим женщинам. Это они вам будут так внушать, что это нельзя, это грех. Вот они по таким правилам живут. Они очень хитрый народ. Много говорят, ни черта не делают. Я вам говорю, требуйте, требуйте, пробуйте. Потому что если вы не будете требовать своё, вам обещали, допустим, да, если нет у человека, что вы от него возьмёте? Если вы говорите, что вам надо зарабатывать деньги, тогда идите зарабатывайте. Я не знаю, как вам сказать, что сказать. Потому что это от характера зависит, какая женщина. Понимаете, здесь многие приехали сюда, они думают, что они всё правильно делают. Мои хорошие, здесь я вам уже говорила, мусульманки терпеть не будут. Мужчина будет пахать, укалывать, ни одна мусульманка не пойдёт работать. Я вам много показывала примеров. На улице везде цветы сажают, убирают, подметают мужчины. В каждом кафе на базаре ни одной женщине нету, чтобы торговала. Почему? Потому что у них женщину ценят. Им это заложили, они считают, что их не надо ценить, а вас не надо. Понимаете, о чём я говорю? Его жена очень устала, потому она приготовила кушать. Если вас это устраивает, мои хорошие, я просто своё мнение сказала. Понимаете, я люблю почва, чтобы была под ногами. Я люблю, ну, какую-то, чтобы справедливость была. Во-первых, у меня, ну, в своей семье он знал, я не врала. Он видел, что я, где я, кем я работала, где я жила, в каких условиях он это всё видел. Он то, что обещал, до сих пор он это не сделал. Понимаете? Потому что он всё время говорит. Даже было такое, что он хотел в аренду взять мне кафе. Потому что я говорила всё время, что скучаю, что хочется заняться каким-то бизнесом. Я не люблю сидеть на месте. Он даже много раз ходил, смотрел. Я смотрела очень дорогие аренды. Я не разрешила, потому что я знаю, что он не подтянет. Он очень правильный. Ему тяжело будет с этим. Аренды очень огромные. Я не знаю полностью языка. Да плохо вообще говорю. Законы ихние. Я не хочу человека обанкротить. Понимаете? Я на то не повелась. Я откладываю. Ну, если бы я увидела, что человек идёт и работает, крутится сам, я бы поддержала. Я бы потихоньку с ним училась, ихнюю систему. А так сама брать всё на себя, это самое легко. Потом, знаете, умыть руки, это моя хата с краю. Понимаете? Мотаться в свою родину, ты сиди в долгах. Я не хочу этого сделать. Я хочу, как бы, ну, продумать всё красиво потом, что получится, посмотрим с Божьей помощью. Но, тем более, он, я ему, знаете, когда, допустим, смотрите, человека научилась, что я не ребёнок. Я люблю, когда доверяют друг другу. Когда понимать. Я не люблю, когда меня контролируют. Когда меня ревнует. Когда мне 150 раз звонят. Я так выписываю по самые помидоры. Потому что я ничего плохого не делаю. Я когда иду к дочке, не надо мне 150 раз звонить. Когда придёшь, когда будешь дома, вот это меня убивает. Понимаете? Прихожу домой и объясняю, и красиво, и кричу, и по-разному, что зачем меня звонить, столько контролировать. Если я хочу бросить, изменить, или к чёртовой матери, у меня такой характер, что я прямо рубану и уеду с себя домой, ты меня не устраишь. Когда ты хороший человек, зачем я должна тебя бросить? Зачем мне кто-то другой нужен? Если, понимаете, как бы, по их понятиям, не дай бог, чтобы женщина с мужчиной общалась, это страшная сила. Потому что у них это дико, как с каким-то мужчиной можно общаться. Но я ему объясняю, что у нас женщины общаются с мужчинами. У нас женщины дома строят, бизнесами занимаются. И с мужчинами работают друзья, партнёры по бизнесу, по-разному, понимаете? И человеку, когда ты вот это объясняешь, до него доходит. Потому что у них принято, что я не могу вот эту систему понять. Понимаете, мужчины сидят дома, как бы их 100 человек в одной комнате построили. Я бы поняла этого человека. Я приехала в виллу, там служанки работают. Вот этот человек добился в жизни, может себе расслабиться, позволить. А этот, все живут как мурашки, понимаете, все на кучу. И он сидит как царь, жена приходит как служанка, понимаете, не дай бог. Не сидит рядом, потому что они чают, пьют, их надо обслуживать, подавать. Вот это я не понимаю. Понимаете, что они не делятся с женщинами, не обсуждают. Понимаете, у них так принято. Что у нас то же самое такое было, что дети вмешивались, говорили, что у нас женщина не должна присутствовать при мужчинах. Было такое, что, ну, Кемаль делал какие-то дела. Я говорила, всегда должен советоваться со мной. Мы должны обсуждать вот эти планы, что мы будем делать. Вот, понимаете, я ему объясняю и детям, что у нас женщины, как мужчины, что понимают и много чем занимаются. Как бы я в жизни знаю, как строился дом, как мой ресторан строился, бригады, группы работали, бетон, все знаю. Понимаете, сколько стоило, как это надо было заработать. Я объясняю, и до них это доходит. Но надо просто объяснять и говорить, открывать глаза. Они, считайте, пришли куча людей, и вы этот чай подали и смылись, потому что у них такие правила. Но вы покажите свой характер, ну, себя покажите, что вы не мусульманка, понимаете. Они так выбрали такую жизнь мусульманки, легкую жизнь, потому что они дома сидят, их обеспечивают. Они не имеют понятия, куда идти работать, ну, это множество. А многие женщины уже бизнесами занимаются. Ну, характер разный есть. Я не знаю, мои хорошие, я вам ответила, как, что, но много вопросов есть. Я на следующий раз отвечу, потому что мне многие задают и пишут, что ответьте, пожалуйста. Это интересует, пишите. Я не могу каждому писать в личке. Мне пишут иногда, понимаете, я не увижу, потому что под каждым видео, под старыми видео, все спрашиваете про его родню, про как я там, допустим, с ними жила. Ну, что я там жила? Три дня, один год и другой год. Естественно, считайте, может, я им не понравилась, потому что я человек прямой. Кемаль все время, знаете, как он говорит, слава Богу, что ты нехорошо говоришь. Если бы я хорошо говорила, я человек прямой в глаза говорю. Понимаете, допустим, было такое, что вот эти люди все сидели взрослые, да, отца люди. Я, естественно, слушала, ну, много чего я понимала, я не сдержала, понимаете, потому что они обсуждают очень людей. Они считают, что они самый умный народ в мире, а другие грешники. И я их поставила на место. Я только красиво сказала, я не выдержала Кемаль, если бы вы видели, какой он был красный, я думала, что он умрет. Он испугался, что я вмешиваюсь. Он меня даже звал. Нет, я сказала, я скажу свои мысли, потому что вот я считаю, что если вы мусульман, такой правильный Аллах, Бог один, вы не имеете права осуждать. Вы, допустим, должны уважать людей, ценить, кто бы это ни был. Если этот пьет человек, если этот гулящая женщина, это ее жизнь, как у них судьба сложилась, один Бог знает. Бог может судить, но не вы. Вы их не кормите, не берете к себе жить, что вы должны смеяться, обговаривать, что это плохие люди. Да, это жизнь, у каждого своя жизнь. И я им тогда сказала вот это еще плюс, что, понимаете, если вы живете в богатой семье, допустим, да, ну, замужние люди, что при деньгах, они совсем по-другому смотрят на жизнь. Они высокого очень мнения о себе. Я им сказала, что я за свою жизнь заработала много денег больше, чем вы, и много больше раз видела, чем вы. Знаете, когда я сказала им, что я сяду с цыганом кушать за один стол, если это человечность, если это душа добрая, это, ну, человек настоящий, мне разницы нету, бедный, богатый нету. Потом я, знаете, когда сказала даже Кемалю, что он когда-то говорит, что ты за своего мужа никогда плохо не скажешь. Я вам так скажу, мой первый муж, я никогда плохое в жизни о нем не скажу, потому что этот человек очень хороший, добрый, идеальный. Но в нем был страшный минус, он игрок. Он в казино проигрывал очень большие деньги. Кемаль об этом знал, почему мы расстались, потому что он поначалу большие деньги, потом машины уходили, потом долги появились и так далее. Он уехал в Россию 9 лет назад. Он там работает. Ну, мне надоело с этим бороться. И поэтому я от него отказалась. Как бы, ну, много лет ходила, поддерживала и ругались. И потом я отказалась. Но он очень добрый. У меня муж никогда не пил. Он старался. Знаете, когда мне Кемаль сказал? Он игрок страшный. Он очень большие деньги проигрывал. Да, я согласна. У меня муж мог проиграть за одну ночь в 50 тысяч долларов, мои хорошие. Но я ответила, ты 50 тысяч долларов, есть у тебя мозги, заработать эти деньги и вложить, купить квартиру. Мой муж мог проиграть через неделю 20 тысяч долларов. Значит, там есть мозги зарабатывать. Но это болезнь. Это болезнь. Понимаете, здесь Турции. Тоже очень много игроков есть, больных на голову, что проигрывают деньги. Как говорится, у каждого есть плюсы и минусы. Но главное человечность. Главное, как говорится, надо смотреть, какой человек внутри. И всегда оставаться человеком. Не надо учить, воспитывать, обсуждать. Потому что мы все люди и все делаем ошибки. Даже у меня характер такой. Меня многие осуждают. Но, извините, если бы у меня не был такой характер, я бы ничего в жизни не добилась. Я бы, скажем, даже не была здесь. То, что я делаю, знаете, я не приехала сюда в розовых очках наслаждаться море. Ты на море живешь, ты привыкаешь. Это все становится обычным. Но человек, если умный, ты не будешь радоваться морю каждый день. Понимаете, есть быт, есть жизнь, есть семья, есть дети, родственники. Надо тоже думать о них. Надо почву иметь под ногами. Не расслабляться. Что тебя накормили, одели, и ты гуляешь по морю. И больше тебе ничего не надо. Что-то коснется в жизни, и вы останетесь ни с чем. Потому что, я повторяюсь, если у вашего мужа есть все, у вас есть что? Ничего. Если у вас будет бумага, что это ваше жилье, или вы, ну, как бы вместе в этом жилье, на вас машина, у вас какой-то есть счет, это у вас ваше. А если у мужа есть, у вас нету ничего здесь. Потому что с этой стороны вы ничего не вывезете. Вывезете свое золото, свои сбережения, свои шмотки. Остальное, где вы приписаны живете, если что-то не так пойдет, вы должны себя унижать, подчиняться, потому что вас выгонят, и вы пойдете голая босса это в венку, мои хорошие. Я ответила. Пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok